ну что всем привет у нас опять разговор про разработку приложений под linux вот я даже грешным делом чуть было не дал слабину и не сменил топик сегодняшний точнее так топик остался я чуть было не сменился тон на предмет на почве чего я собираюсь рассказывать но нет мне это не удалось так что мы говорим про определение и задание сборочных зависимостей а также про адаптацию к окружению то есть про поиск этих самых зависей зависимости в различных окружениях которые могут встретиться на нашем нелегком линуксовом жизненном пути вот в чем собственно проблема подобных подобного рода задач почему эти задачи должны иметь какой-то свой собственный инструмент решений значит у нас есть достаточно универсальный инструмент по определению зависимостей но зависимости в плане какой генерат из какого получается да то есть есть некоторое количество исходников дальше некоторая сеть в топографическом в топологическом смысле сеть до орграф без циклов сеть генератов которые из этих исходников получаются а также друг из друга и некоторые финальные генераты которые собственно и есть то ради чего мы написали make файл это все это все достаточно понятно как реализовывать для диалоги мэйка ну или не мэйка какой-нибудь подобные утильты про который мы сегодня чуть-чуть вспомнил что помимо мэйка есть еще другие однако опциональная сборку наверное все-таки в именительном поддержать здесь должно быть вот однако есть потребности которые возникают перед нами как перед сборщиками сопровождающими короче говоря перед людьми которые собирают программный продукт разрабатывает которые мы их просто не покрывает например было бы очень удобно если бы наш то что называется проект то есть описатель нашего приложения которое мы делаем под линукс позволял включать и выключайте некоторые свойства этого приложения ну например собирать его с поддержкой какого-нибудь гуи или вообще без поддержки вы чистком онлайна или если вашей операционной системе ну не знаю там есть работа или в случае если вы сами предполагаете что будет работа там не знаю с мандат с метками какими-нибудь мандатами то подключать библиотеку этими мандатными метками с мандатными метками при этом понятное дело что недостаточно подключить библиотеку от того что вы включаете или не включаете какую-то опцию сборки какой-то ее параметр зависит наличие нужно не нужно компилирует целые куски кода вашей программе там они обмазаны могут быть define мог лежать в отдельном файле и так далее значит это довольно частая ситуация опциональная сборка которая очень часто присутствует в современных приложениях я бы сказал почти всегда вот я потом может быть какой-нибудь живой проект если хватит времени подемонстрирую сколько там разных опций сборки вот и в разных случаях для разных потребностей требуется собрать включить эту сборку не включить а это значит скомпилирует и не скомпилирует какой-то кусок кода слинковать или не слинковать какой-то библиотекой тогда вот вторая задача и это каким-то образом специфицировать а где собственно искать те самые библиотеки инклюдники бинарники все остальное в разных операционных системах правда эта задача она немножко не про линукс как линукс а про любую никс подобную систему может быть даже и не никс да вот чем компилировать вот это все но и в них с подобной системе тоже могут быть некоторые различия ну хотя бы хотя бы если у вас поддерживается много архитектурные библиотеки то они могут лежать отнюдь не висер липа например как вот здесь висер лип 64 а могут лежать висер лип а еще где-нибудь вот кроме того было бы очень удобно если бы в этом проекте заранее можно было бы проверить не пытаясь ничего собрать заранее можно было проверить нужны или соответствующие существует ли поставлены соответствующие библиотеки в сборочное окружение вот а мы с вами говорили что практика поставить вообще все в какой-то универсально огромный сборочное окружение а потом попытаться значит с этим работать это плохая практика и соответственно было бы интересно проверить сначала проверить что вообще с данной библиотеки можно собираться что она в полном виде стоит что у нее есть нормальный девелс не нормальная версия на поддерживать там какие-нибудь нужные вам функции а потом только собирать вот то же самое относится и к самим к самим инструментом сборки вы можете собирать гцц как мы это делаем на лекциях а можете силангом каким-нибудь и еще каким-нибудь компилятором коих в общем-то все еще кажется они существуют какие-то другие вот вы можете компоновать вашу эту самую бинарник с помощью какого-нибудь лд из пакета бинютилс а можете какую-нибудь год найти лишните счета или вообще компоновка под специальную специальное окружение должна быть да там формат бинарника должен быть вообще не хитрый обрезанные легче так кроме того об этом мы будем еще говорить отдельно в каждом отдельные лекции будут в классической разработке помимо значит собственно задачи сборки возникает еще много задач таких дополнительных например тесты да например документация например перевод ну интернационализация например заранее заданная структура исходников чтобы вам не придумывать где чего лежит а заодно чтобы тем утилитам которые проверяют все это тоже не придумать где чего лежит чтобы это было заранее некоторым образом задан вот ну и наконец настоящий большой сложный проект который значит у нас в результате получится когда бы все вот это включим до будучи написан в виде последователь команд будешь он не читаемый соответственно нужно иметь какие-то уровни инструменты повышения уровня косвенности чтобы можно было написать что-то что можно прочесть глазками а потом из этого чего-то прочтенного глазками сделать вывод о том как устроен проект то есть чтобы это можно было удобно монтейнить понятное дело что там какие-то сценарии или какие-то значит проекты именно проекты описание проектов текст которых на специальном языке программирования занимает 1000 строк уже читать невозможно никто кроме кроме генератор читать не будет вот вот все этого делать мы как таковой не умеет или даже когда-то на заре его такой зрелости до когда появился гну мэйк пытались из гну мэйк сделать инструмент который все это тоже умеет но понятное дело что очень много таких вот вещей они вот в эту идеологию построим граф зависимости пройдем его сами соберем только все свежие они разумеется не встраиваться это про другое вообще вот я буду рассказывать про такой инструмент который варь не такую семейство инструментов которые в сумме называется of the tools вот это довольно большой я бы сказал приличный живой проект вот он продолжает поддерживаться и потихоньку развиваться хотя вот эта документация на чуть чуть не десятилетней давности вон больше чем десятилетней давности вот но дело в том что он просто очень 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 с давних пор идет вот буквально когда люди осознали что вот это вот все они не умеют они начали делать инструмент который поддерживает вот значит это не единственный такой вариант и я как раз сегодня чуть было не начал готовиться к другому варианту но не успел вот поэтому будем говорить про автотулз со своей стороны могу сказать что очень очень много современных проектов вполне себе современных живых и актуальных сделаны с помощью именно автотулз поэтому даже несмотря на то что он потихонечку сдает позиции другим инструментариям про который я в конце лекции упомяну вот это все еще очень актуальная тема я пока ну в общем не чувствую что я вас обманываю рассказываю про автотулз вместо какого-нибудь цимейка или какого-нибудь мизо вот значит что такое что такое пакет автотулз первым делом у вас должен запускаться некоторый скрипт под названием конфигуре который и есть который собственно решает все вот эти задачи кажется вообще все вот эти задачи да так вот значит вот вот примерно эти задачи то есть те задачи которые надо решить прямо по факту анализа окружением сборочного который у нас вот предположительно это будет сценарий который вы запускаете и он сценарий каким-то образом определяет в каком окружении все запущено какой значит какой профиль . с какими с библиотеками нужно собираться с которыми с какими не нужно где они лежат тогда вот в принципе такой сценарий обычно очень большой он не предназначен для чтения человеком это точно генератор ну потому что стандартная процедура проверки наличие библиотеки это что значит попробовать с ней скомпилироваться посмотреть нет ли ошибок создать какой-то файл потому короче много действий вот для того чтобы сгенерировать такой у скрипт который называется конфигуре используется утилита который так и называется автоконт автоматический конфигуратор вот которая как раз на основании некоторого некоторого заранее заданного файла произвольного и логики определения того что у вас системе есть сгенерирует этот самый этот самый конфигурить вот профиль это можно не писать самому руками с нуля а запустить команду автоска который проанализирует ваши исходники посмотрит что в этих исходниках есть такого что требует дальнейшего поиска например вы используете библиотеки начнут поискать где они лежат вы используете инклюнике на 1 потестить если эти инклюнике так далее вот значит сначала мы генерируем с помощью автоскана вот этот профиль потом его редактируем вот а потом значит потом на основании него генерирует конфигуре этот конфигуре уже нам сгенерит настоящий мэйк файлы тоже значит не читаем и ну или так прочесть их можно написать их нельзя не обычно очень большие вот сгенерирует значит мэйк файлы вот ну и эти мэйк файлы с помощью мэйка коробу собирать наш проект автоконт вообще умеет видеть любой файл который называется . и у него решение . и нас обрабатывать его подставляя туда свои макросы и генерать файл без . in в котором эти макросы уже будут подставлены например пути до библиотек название этих библиотек включен или не включена какая-то фича и так далее вот поскольку мы разговариваем с вами о программировании на си и один из таких условных недостатков автотулс заключается в том что он очень сильно заточен на программирование именно на си есть еще одна такая интересная тема что вообще говоря было бы неплохо чтобы все настройки все найденные нами параметры все не найденные нами свойства и все не найденные нами ну короче все заданные мною все все заданные нами там опции можно было передавать все да в программу на си ну там хотя бы в дев написать да и вот это все поэтому помимо всего прочего на основании того же безобразия нам надо нагенерить некий инклюдник он будет называться вот так конфиг аж им это да соответственно автоконф на основании сознания о том где все лежит сгенерить нам конфиг аж этот конфиг аж мы просто проинк людям в наших исходниках и в нем как раз и будет написано в переведенный на язык при процессе россии будет как раз написано что именно наш конфигуре нашел в нашей системе а чего не нашел чему включить вот это автохедер программа автохедер занимается таким генератор теперь более интересная штука не более интересная параллельно с этим штука который называется автомейк автомейк это уже инструмент который нам позволят генерить сами make файлы произвольные да вот конфигурь у нас занимается изготовлением по профилю автомейк у нас занимается скажем так описанием собственно самого проекта да вот если в нашем проекте из библиотеки какие-то файлы какие-то исходники какие-то тесты все это мы должны где-то написать и если мы это будем писать руками типа в make файле это будет очень много до автомейк это как раз он решает как раз задачу задачу уменьшением пространства информационного в котором просто описываем библиотека такая-то исходники такие-то ну вот примерно так и там вся такая такая же история у нас будет описание профиля это мы к файла им вот из этого описание профил будет сгенерирован файл под названием make файл точка им а из этого make файл точка им конфигурить увидишь что это . изгонит мин файл и вот вот такая вот карте ну вот значит что еще в этой картинке нас может интересовать поскольку мы этого не будем делать в процессе когда будет практика ну смысле когда мы будем разбирать пример есть еще утилита ac local которая или с local которая позволяет переопределить всякие по или до определить всякие процедуры всякий инструмент автомат если их вообще нету или они на вашей конкретной системе она у вас такая развесится что дают неправильный ответ вот можно самому написать в ac local какие-то дополнительные значит вещи мы не будем это делать вот все это вместе может быть перезапущена одним в одном флаконе с помощью утилита авторикон вот а дальше все мы получаем конфигуре он порождает make мы говорим make мы все собирает и он собирает все о чем мы сегодня не будем говорить это в отдельном инструменте по формированию формированию библиотек который называется липтул там есть свои проблемы вот практика показывает что попытаться рассказать про липтул в той же лекции что и про все остальное просто нам времени хватит в прошлом году у меня было время рассказывать про липтул в какой-то другой момент вот смотрите значит автоскан это начало проекта он порождает конфигуре ок это для авто конфа макфайл а м это описание нашего проекта тех конкретных компонентов которые которые в нем нужны быть конфигуре ок и мэйк файлы м обрабатываются автомейком вот конфига конфигашки автохедером а клок дополнительно вас дальше авто конф генерит скрипт под названием конфигуре вот и специальный файл в котором отла откладывают все результаты вот этих проверок под названием конфиг статус вот при этом у нас уже после запуска скрипта конфигуре формируется мэйк файл и конференции конфигаж вот ну все теперь мы можем запускать мэйк поскольку у нас оба этих самых сформированы да значит мы можем теперь запускать мэйк он нам сгенерит сгенерит наш наш в конце концов цель который здесь названа экзекьют вот картинка справа означает показывает что у нас тонкая стрелка означает что содержимое чего-то влияет на процесс процесс означает что происходит процесс преобразования чего-то во что-то а толстая стрелка означает что у нас создается ну вот какая-то такая история значит я тут мне тут сегодня подумалось что потеря популярности автотонса связаны еще и с тем ну помимо того что он не кросплатформная условно говоря на них системах работает в частности на linux работает отлично помимо этого потери популярности автотонс связано с тем что он написан на трех языках один из которых стремительно теряет популярность это перл это очень обидно но факт остается фактом перл внезапно уходит из нашей жизни хотя это был совершенно гениальный язык и продолжать таком оставаться другой язык программирования the shell который не является языком программирования как мы с вами видели попытал пытавшись решить предыдущую одну из первых домашних заданий это такой способ по-быстрому заскриптовать команда программировать на нем тяжело и наконец язык макро подстановки м4 который прекрасный язык макро постановки у меня в курсе в курсе я буду читать одну лекцию в курсе кафедры этнических языков который называется парадигма программирования ровно по м4 так что если кому интересный сходите туда вот но разбираться в нем тоже тяжело в общем эту штуку чем дальше тем тяжелее монтанить мне кажется в первую очередь из-за первого вот тем не менее мы с вами будем это делать и вот теперь мы сейчас этим попробуем заняться так значит я буду постоянно подглядывать в шпаргалку не обессудьте просто чтобы экономить нам с вами время я надеюсь что моя мой принцип написание кода в процессе лекции не сильно от этого пострадает вот потому что вот например такую штуку я лучше скопи пащу объясню что она делает и мы с вами ее лучше потратим больше времени на пощупать эту штуку чем вот вот значит сейчас мы с вами напишем напишем скопи пастим программу которая будет она очень похоже на то что мы делали на одном из занятий на одном из занятий как раз самых первых это с помощью курсис нам выводят выводят на экран коды клавиш вот эта программа в ней есть два define define dx это размер рамочки и define keypad и это значит включать или не включать режим keypad кто помнит кто не помнит я напомню что в курсис вы можете выключить режим keypad и тогда у вас нажатие на функциональную клавишу будет превращаться в последовательность escape escape что-то 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 можете включить keypad и тогда курсис будет escape последствия сокращать до названия клавиши потому что он такие вещи знали вот ну вот значит минус минус пакет вот только давайте мы сразу сделаем каталог и сердце потому что так полагается вот да вот так примерно работает в дефолтном варианте вот это кейпад у меня выключен что ли до минус д кейпад а вот так вот я нажимаю на кейпад вот видите вот если если не буду определять кейпад то я сейчас нажму на f4 а он сразу вылезет потому что f4 начинается на escape escape это конец последствий а 05 уверен у с с это остатки это в 4 там был escape с не escape скобка с на самом деле но не важно кстати что ну-ка escape скобку с нет просто escape с 20 ну вот значит вот такой инструмент сейчас мы его будем модифицировать вот согласно опять таки шпаргалки а можно даже не так у меня я сегодня заморочился и написал что мы первым делом делаем первым делом мы запускаем запускаем автосканы тогда вот так вот минуточку наверное надо сделать вот так чтобы нам проще было если я ошибусь так автоска вот чего а он туда их отложил секунд он рекурсивно то посмотрит через не знать а давайте попробуем так здесь ничего да здесь вроде вот вот ну вот вот давайте тогда уберем это нам все это не нужно вот значит запускаем автоскан этот автоскан порождает два файла один из них пустой потому что никаких ошибок не произошло другой называется конфигури скан и это профиль для нашего чего конфигуряка для файла под названием конфигуряк да это это профиль для конфигурации вот значит у него синтаксис как у файла конфигурации в нем собственно прописано все собственно прописано что именно какие именно параметры уже требуется от системы в данном случае для того чтобы вообще все это механизм этот заработал ну и в частности для того в частности он видите даже нашел что у нас есть include uni std и надо бы проверить что это юнистд вообще в системе есть а то мало ли вот значит ну давайте его переименуем в конфигуряк потому что это именно так и делается конфигури скан в конфигуряк посмотрим на него в этот конфигуряк тут вроде все все что нужно написано давайте посмотрим что нужно еще добить чтобы она заработала 20 значит смотрите он заранее этот самый автоскан заранее считает что у нас автомейк тоже будет работать и что нас будет сгенерен сгенерен файл конфигуре h но но нет мы это пока у нас и у нас его пока нету вот а слушайте там мэйк файл наверное был секунд нам же нужно как-то мэйк написать да давайте попробуем проверим насколько она окей значит конфигаша у нас точно нет вроде все остальное нормально так хорошо и что что при этом происходит ну как было сказано мы наверное можем сказать авто конф после этого давайте проверим это так тут вот надо поменьше экранчик сделать он сгенерил файл под названием конфигурь этот конфигурь сейчас будет заниматься проверкой нашего окружения в данном случае на единственный на единственное требование на то чтобы до два требования во первых что версия авто конф должна быть как минимум 271 а во вторых что библиотека унис т.д. а что она существовать вот тут еще можно задать параметры нашей параметры нашей нашей программы давайте это зададим раз уж мы раз уж мы все равно здесь собрались значит full package name будет называться кей дам дамп дамп вершин будет называться 0.00 bug report адрес ну например не знаю джордж от лина 40 это было слово альтлинукс вот ну как то так обратите внимание на синтаксис вот эти скобочки круглые квадратные они имеют значение к сожалению фактически квадратные скобочки играет роль кавычек в авто конфи при этом в данном случае ни одна из этих скобочек кажется не нужно они так сработают вот потому что там нет ни макросов ничего ну тем не менее давайте еще раз запустим авто конф авто конф да получился скрип конфигуре сразу вам скажу что скрип конфигуре занимает 4000 строк на шеле давать его можно читать это не самый плохой пример программирования нашей или прямо скажем но его не нужно пытаться прочесть до конца в него можно заглядывать в конкретно те места где вам кажется что конфигуре ошибся или что вы ошиблись конфигуре говорит что у вас неправильная среда стать его запустим вот он по умолчанию может а вот та часть за которой отвечает конфигуре вы можете указать различные варианты где лежат каталоги куда вы собираетесь устанавливать ваши бинарники откуда выбрать собираете брат инк людники куда вы где вы собираетесь хрень библиотеки откуда и так далее так далее а также какие флаги передавать компилятору какие флаги передавать компоновщику вот ну в общем вот вот да ну хорошо наконец давайте запустим конфигуре вот как было сказано в отсутствии моих файлов а все в абсурдции всего единственное что делает конфиг конфигуре это создает файл под названием конфиг статус вот в котором лежат результаты исследования этот конфиг статус тоже можно запустить я не помню что он делает не помню вот да если они есть да 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 вот значит пока что ничего кроме того что создавать этот конфиг статус в котором лежат результаты этого самого тестирования пока что ничего мы не получили но еще есть конфиг лог просто дать на него посмотрим вас ну тут прямо описано чем мы делали и какой результат кстати давайте еще раз запустим конфигуре чтобы было видно вот здесь мы проверили что у нас есть юнис т.д. аж по умолчанию мы еще проверили всякие вот эти штуки но конкретно за проверку того что есть инк люди по названию не не стадо который приехал из нашего конфигуре кого-то окей что нам не мы делаем дальше ну давайте мы туда добавим еще какие-нибудь проверки например добавим проверку на наличие including incurses потому что он у нас есть вот этого вот давай добавим проверку на наличие библиотеки incurses а точнее на наличие в библиотеке incurses ну скажем функции и не тесты вот ну и соответственно еще добавим некую опциональную проверку которая будет всегда он не будет находить не будет находить что нужно никогда просто чтобы показать что это что вот эта проверка опция опционально так делаем конфигуре к конфигуре к вот он наш конфигуре к во-первых incurses h если мне не изменяет память вот и чаклип да вот чаклип надо чуть чуть более аккуратно значит параметру чаклипа название нет название библиотеки конкретной который мы будем проверять название символа который мы хотим найти в этой библиотеке что он есть что делать в случае если все нашлось вот здесь вот команда которую нужно выполнить если нашли нашлось если успешный результат что делать если проверка была неуспешной в данном случае нужно вывалить ошибку вот опять напоминаю квадратные скобочки это такие кавычки открывающие закрывающие поэтому они тут нужно прям давайте все это копипастим один в один и посмотрим что получится значит я вангую по моему предположению в случае если мы не найдем вот этой библиотеки под названием либо incurses v то вывлится ошибка а если мы найдем то все продолжится точнее не самой библиотеки а наличие в ней функции нет сц что же касается библиотеки либо общину то если мы не найдем точнее если мы в ней не найдем символ под названием completely lost то нам выдастся утверждение что соответствующей какого фамилия соответствующая библиотека не юзабельны вот но ошибок не произойдет ну кажется все давайте его запустим еще раз конфигурь авто авто конф вот конф там кажется ничего в минус минус help не изменилось не изменилось вот ну давайте его запустим значит авто конс генерил конфигурь давайте вот что сделаем давайте у нас есть git статус статус добавьте добавим конфигуряк гид от конфигуряк вот а все остальное это генераты вот это вот все генераты конфигури генераты вот это все чё а минус м вот вот так а у то конс вот конф вот конфигурь обратите внимание инкурсис аж ес комплис лос а вот смотрите вот это наш правиль наш проверка на наличие символа и нет из цера в библиотеке инкурсис вы либо курсе свы то есть при попытке собрать условную приложение q с ключиком минус эллис консис поезд парк с работал а вот это наша попытка найти символ комплить ли ласт в библиотеке либо общину то есть при попытке собрать условную приложение q с ключом ли минусы лопшин они прям создают сишный файл и пытаются его собрать если что давайте это можно сделать вот так вот сейчас только xdf у нас конфигуре нету авто конс конфигурь ну скажем вот так вот сши минус x конфигурь дилог во но винти сейчас чего ло потому что ло optional где там тут должен сгенерировать сишный код под названием о видите что он делает он пытается запустить gcc в котором пустой файл конф тест он где-то тут создал он пытается скомпилировать вот с ключ к минусы лопшину ну и дальше он говорит нет не работает вот примерно так ну вот значит соответственно чем нам там еще на генерил а больше ничего да он конфиг статус как обычно на генерал но тем не менее как видите как видите теперь можно ему указать что да и там где-то в конце еще было была проверка на наличие инклюдника инкурсаж вот она это то что мы вписали только что окей значит это мы все еще мы все еще профилируем нашу разработку но вот теперь мы приближаемся к следующей функции а именно сгенерить конфигаж да значит результаты этого исследования они сейчас доступны в конфиг статусе но это такой shell скрипт который надо еще запускать он там что-то приводит в порядок короче говоря конфиг статуса такое себе значит давайте мы отложим результаты наших исследований в файле который соответствует синтаксиси плюс плюс а вот для этого надо всего лишь раскомментировать вот эту вот строчку которую мы закомментировали с хедерсами вот ну и можно можно даже воспользоваться этим конфигажем но это мы сделаем чуть позже а пока что просто раз комментируем строчку в конфигуряки вот мы берем конфигуряк в нем говорим с генери нам пожалуйста конфигаж вот уже сейчас мы можем сделать конфигурь нет нам сначала сделать автоконф автоконф дальше конфигурь вот konut file input file конфигаж in что я сделал неправильно а почему я его не вызываю да кто-то должен его запускать и вон автоконф то запускает а я да да спасибо да нужно было еще вызвать авто хедер интересно почему а должно быть где-то написано слово авто хедер вот здесь секунду я сейчас проверю хорошо ли у меня законспектирован этот конс конспект сейчас секунду чтобы просто проверить что ошибка это моя а не моя сегодняшняя не моя общая да все было правильно мы я просто забыл я просто забыл про это вспомнить что вот здесь вот четко написано что авто хедер сделать этот самый авто хедер он рисует вот такой файл под названием конфигаж in где он по умолчанию прописывает результаты работы результаты работы конфигурь вот тут вот например проверка что есть инкурсис а тут проверка что нету любопшину андев либо инкурсис в а почему андев а потому что потому что это потому что извините это ин файлу по умолчанию не все неопределены сейчас он их будет менять когда мы запустим когда мы запустим конфигурь авто конф авто хедер конфигурь а как уже было сказано увидевший файл с расширением . ин конфигурь старается в нем в него вставить все что нужно туда вставлять давайте в него посмотрим в конфигаж во первых давайте посмотрим вот вот видите андев превратился в define потому что есть инкурсис аж а вот любопшину нету он даже закомментировал а лим курсис в библиотека есть вот результаты нашего профиля приписались этот файл можно заинклюзить сейчас давайте посмотрим как это делается ну видимо надо путь какой-то для инклюда вот здесь вот да сам кэси вписать а ну просто да просто просто обычный путь да вот тут тут инклют конфиг . h возможно нам еще нужно минус и . туда будет передать потому что мы еще мэйк файл не формировали вот вы из этого конфиг . можно вынимать всякие полезные штуки например там есть знаете что там есть название пакета да мы можем вот сюда вот написать вместо windows написать чё процент с вот если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь нет такой файл каталога почему нет минус и . надо сказать о вот то есть туда приезжает все что мы хотим чтобы она туда приехала вот ну там вот здесь я кажется делаю более развеситый пакет стринг пакет багри порт ну короче все поняли так давайте мы на этом сделаем паузу закомитим все потому что похоже что и мы добрались до какого-то ваза варианта да обратите внимание на количество генератов из этих генератов нам не нужен ни один да то есть вот это стоит запомнить а вот это все генераты окей вот что делаем дальше дальше кажется наш нашла пора настала пора заниматься авто конфом нет есть дополнительный параметр конфигурь давайте на них посмотрим я знаю что это такое мы теперь можем взять и задать задать самой конфигуре задать параметры включать например нумпад или не включать нумпад какой делать dx это делается уже более развеситым синтаксисом потому что arg enable что это означает в авто конф добавить опцию минус минус кейпад ну точнее под названием кейпад вот это help string а вот это что нужно в результате если эта опция вызвана делать определить кейпад который называется вот так и то же самое с опцией dx который фрейм вот давайте мы это напишем вот сюда одна из этих одна из этих опций логическая она должна существовать или не существовать другая из них числовая мы туда передаем значение которое мы выдали давайте все это сделать значит конфигуряк конфигуряк добавляем сюда вот сюда куда-нибудь добавляем вот эти две опции еще раз давайте на них посмотрим это будет параметр параметр минус 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 инэмл кейпад вот он true или фолз и соответственно в случае true просто будет дефиниться этот самый кейпад поэтому здесь define ac define это все help к нему сейчас мы это увидим этот параметр frame он числовой поэтому в ac define будет более сложная опция ac define unquoted то есть не в кавычках обычным образом что потому что это число и будет подставляться собственно переменные под названием enable frame имя это enable frame тоже автоматически сгенерировано это результат того что мы напишем и минус-минус enable frame равняется чему-то вот и вот в такой-то форме это все должно приехать к нам в конфиг h давайте это попробуем сделать во-первых давайте проверим что у меня в src все правильно написано да видите я проверил что если dx уже определен он не будет переопределяться вот давайте теперь сгенерируем автоконов а вот эти опции которые мы только что добавили они приехали в конфигурь теперь конфигурь это shell скрипт напоминаю генерат конфигурь будет по опции enable keypad что-то вписывать в конфиг h а по опции enable frame вписывать вот этот dx равный тому что мы тут напишем давайте попробуем значит конфигурь минус-минус enable что там у нас keypad минус-минус enable frame ну скажем 5 равно вжух смотрим на конфиг h где-то в конце они должны быть нет наоборот где-то в начале вот они dx у нас равен 5 теперь приехал прямо в чистом виде как мы написали а что там с keypad а а вот и enable define keypad да он define в пустую строку потому что нам ничего не нужно оглашу мы будем за define вот вот соответственно в коде у нас именно так и написано да вот этот dx который мы не трогаем если он уже определён а вот этот keypad который к нам приезжает либо определённый либо неопределённый и все теперь теперь значит если мы просто сделаем cc вот это все можно убрать потому что за нас уже конфигурь нам эти опции передаст и вот пожалуйста видите он вот этот вот вот эти пять символов которые мы указали да тут все и keypad включён и сейчас нажму на f5 например вот ну давайте ради интереса сделаем переконфигурим фрейм сделаем один а keypad сделаем соответственно уберём ой не сюда ну давайте сразу сразу скомпилируем проверим что она так работает как я предполагаю ну вот фрейм и вот я нажал на кнопочку содержащую escape это было f5 а это было тоже f4 вот давайте посмотрим на конфигаж ну кажется уже понятно что 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 это себя представляет конфигаж там есть dx1 а что касается keypad то он андев потому что мы его не сделали вот такие дела вот это что касаемо кажется все что про конфигури про автоконф мы могли сделать давайте это завистуем так ничего из этого нам не нужно ровным счетом кроме того что уже есть вот вот теперь займёмся makefile вот мы будем порождать makefile вот мы будем порождать makefile окей окей в чем идея идея в том что порождать makefile который будет делать вместо нас вот это а еще куча всего другого потому что напоминаю поддержку workflow так ну что давайте я опять же подгляну подгляжу в в шпаргалку вот там все написано в шпаргалке а мы с вами вот фактически мы создаем файл который называется makefile.im от слова автомейк в котором мы пишем практический makefile за исключением специальных слов которые потом будут парситься автомейком и превращаться в реальные результаты в частности давайте мы прямо скопипастим вот напоминаю проклятие makefile табуляции вот здесь должна быть табуляция вот что здесь написано здесь написано что в нашем проекте будут программы бинарные то есть того формата который порождает бинарники под названием key у этой программы которая порождает бинарники под названием key есть исходники вот они кроме того при запуске компилятора это уже обычное свойство обычного make мы ему передаем всякие флаги в данном случае не оптимизировать вообще пришить debug info и выдавать все предупреждения вот ну еще до кучи сделаем таргет под названием git clean который будет делать git clean минус xdf просто просто потому что можем на базе это файл makefile.am давайте его сразу добавим вот по моему представлению а да и мы должны включить в автоконф поддержку автомейка ну потому что пока мы не включим его будет тупо тупо игнорить там нужен запуск автомейк так значит конфигуряк включаем поддержку автомейка волшебные волшебные опции foreign и subdir objects означает буквально следующее foreign означает что мы не поддерживаем всю дисциплину по разработке которая принята в проекте гну у нас нету файлов лицензии кстати это зря надо сделать файлы лицензии у нас нету файлов changelog у нас нету файла авторс и так далее да вообще говоря автомейк без этой опции потребует чтобы у вас все эти файлы были в которых бы лежали например ежедневные изменения ну когда гита еще не было изменения когда гитлога еще не было эти изменения писались в специальный текстовый файл под названием changelog вот все это нам не нужно поэтому мы говорим foreign а subdir objects имеет отношение к тому что у нас объектные файлы могут лежать в соседних каталогах а не в текущем вот и это еще не все я не сделал одну важную вещь но давайте посмотрим что будет в таком варианте значит что автоконф что что я сделал неправильно ой а почему и мы им и нет это я что-то да здесь неправильно написано интересно почему она там работала нет она мы не то там и кажется все-таки ну давайте пробовать не 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 ну что там что-то не стоит давайте смотреть в лорфло может быть нам сначала надо сделать сначала надо сделать да нет сначала автоконф ну 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 и ну и Нет, все четко. Я, кажется, знаю, где у нас ки, да? А клокл-то я не запустил, может быть, дело в нем? Ну-ка. Он говорит, а вы не хотите создавать мегфайл? Да не хочу, я хотел тебе показать, как точка in делается. Ну ладно, ну ладно, если ты так настаиваешь. Короче, я забыл о клокл. Помните, в стеке о том самом был о клокл? О клокл приносит сюда вот такой набор макросов. Он не кастомизированный, но его все равно нужно запустить. Автоконф, оклок, фалтомейк. Так, она ко мне пристает и говорит, что ты давай сгенери уже мегфайл in. Хорошо, я сгенерю мегфайл in. Конфигуряк. Конфигуряк, я сгенерю мегфайл in, если ты такая настойчивая. Пробуем. Так, сначала автоконф, потом оклокл. Это не важно, потом автомейк. Что еще не так? Хорошо. Ага, автоконф работает. Значит, я что-то не так запустил. автомейк минус адмиссинг минус форумисинг. Ща. Что у нас? Ничего ли я не сотру, если сделаю вот так? Конфигуряк есть. Мегфайл in мы уже new. Все остальное не нужно. Да? 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 Да. Так. Мэйк. А пока мэйка у нас нет. Это git clean минус xdf. Так. Давайте посмотрим на workflow. Я вот эту цепочку команд я руками никогда не запускаю. автомейк, автохейдер, еще автохейдер. Аклокл, автоконф. Да? Давайте. Аутомейк, аклокл, аутохейдер, аутомейк, автоконф, аутомейк. Вот с автомейком какая-то фигня. Ну, хорошо. Минус-минус force missing. О, значит, смотрите. В чем идея? Для автомейка нужны еще всякие интересные утилиты, которые связаны с поддержкой архитектуры сборки. И, например, они все такие довольно развесистые. Вот. Ну, так, чтобы было понятно. Ну, тут всего 700 строк. Здесь всего 215 строк. Здесь всего 348 строк на шеле. Но это какие-то инструменты, которые автомейк будет использовать внутри своих генератов. Эти инструменты можно либо скопировать и хранить в своем каталоге зачем-то, либо сказать принеси их с собой. Но для этого надо сказать отмиссинг. Ну вот. Вот в таком варианте, кажется, все будет работать. Давайте еще раз все удалим. Итак, последний раз выполняем эти штуки по очереди. Аклокал есть, аутохидер, аутоконф и автомейк, автомейк минус адмиссинг. Вот. Обратите внимание, что у нас сформировался автомейком, сформировался файл под названием makefile.in. Что такое файл.in? Это файл, который потом будет обрабатываться автоконфом. Вот. Это уже генерат. Он уже вот такой. 700 строк. Но в нем все еще встречаются макросы вот такие, которые будут подставлять автоконф, когда мы запустим конфигур. Ну вот. Что мы там хотели? Минус. Enabled. Нет. Вот это мы хотели. Дрыщ. Обратите внимание, что помимо всех инструментов, которые мы запускали, нам теперь сгенерировался еще и makefile, потому что мы его указали среди списков .in файлов. Вот он вот тут написан, конфигуряк. Вот он. Поскольку он для него нашел файл .in, у нас есть makefile. Мы можем сказать вот так вот. Упс. И у нас все работает. Он сгенерил объектник. Этот объектник потом скомпоновал. Всякие другие подпольные операции, которые он тоже выполнил, нас пока что не должны волновать, потому что они имеют отношение к тому workflow, который мы не поддерживаем. Вот такие дела. А это, кстати, связано что-то с этим самым, с зависимостями, которые он автоматически определяет. Ну вот. В результате что мы получили? Мы получили проект, который можно… Давайте посмотрим, что у нас на git-статусе. Давайте вот здесь вот git commit минус а минус m. Жух. Мы получили проект голенький, в котором нет ничего, кроме конфигуриака, автомейка и исходников. Внутри которого мы можем одной командой, это команда авториконов, запустить всю профилировку. Вот так. FISV это мин… Давайте посмотрим, чтобы было понятно. Я на автомате пишу минус FISV, хотя уже не помню, что кажется, за эти ключи означает waitverboss, чтобы нам было виднее. И это install, это означает, что если каких-то компонентов не хватает, он их принесет с собой. S это simlink, это означает, что он не будет их копировать, а просто поставить simlink. Ну, собственно, все. Результатом работы авториконф минус FISV будет запуск. Запуск чего? Автоконфа, оклокола, автомейка и автохедера. Ну вот они все. Все. Одной командой мы генерируем наш makefile. Нет, одной командой мы генерируем все генераторы для проекта, командой конфигурия с нужными ключами. Мы генерируем makefile, уже спрофилированный на вот эти нужные ключи, который заодно проверяет наличие всех нужных библиотек. Вот. И одной командой make мы, собственно, создаем проект. Бац. Вот. Давайте в качестве эксперимента еще поправим, испортим испортим конфигурияк. Попробуем вот здесь сказать, что будет, если мы в incursus V поищем несуществующий символ. Пробуем. Пробуем. Будущий. Так. Бум. Вот, пожалуйста. Я только что исправил в конфигурияке ту часть, которая проверяла наличие символа в библиотеке, поставил туда несуществующий символ. Вот он. Инискр. Вот. И поскольку результатом ошибочным был выход с ошибкой, ну вот он и вышел у нас с ошибкой. Вернем это обратно. Так. Отлично. Последнее, что мы сейчас сделаем и поговорим про другие системы сборки, это напишем ручками какой-нибудь самодельный тест. Вот. Поддержка тестирования отдельная тема, мы про нее будем говорить в одной из следующих лекций. А сейчас просто скажем, что в автомейке есть такой таргет, называется тесты. И эти тесты должны быть запущены после сборки программы. И эта программа, значит, ну вот, да. Значит, в частности, у нас наша программа обладает свойством, если ее запустили по стандартному вводу не на терминале, или выводу, выводу, да, из этой Y0, нет, стадеин, вводу. Если мы на ввод, у нас на ввод не терминал, если ввод не является терминалом, если дин не является терминалом, она немедленно вываливается сообщением об ошибке, но это терминал и экзит статусом 1. Очень хорошо. Сейчас мы попробуем этот факт и затестировать. Делаем это так. Мы в наш проект говорим «тестс» равняется, ну, как там мы его назвали, а неважно как, «tty.sh». Вот. Нам еще сам файл «tty.sh» надо сгенерировать, но предполагается, что я его могу прямо так сделать. Вот смотрите, «tty.sh», ну, и прям вот бубух, только чмот плюс «x» ему еще надо сказать, наверное, да. Да, напоминаю, что это все безобразие значит. Мы же makefile делаем, это фактически makefile, да. Здесь синтаксис полностью совпадает с makefile, мы говорим, что скрипт под названием «tty.sh», который потом у нас будет назван тестами, он вот такой, значит, что запустили, проверили, что запуск нашей программы key, стадин у него девнул, а стадин стадоут, что вся вот эта строка равна вот этому сообщению, да. Собственно, проверили, что действительно она при попытке запустить не из терминала выдает на стадоер, ну, на самом деле, на стадоер, просто да, вот, но это неважно. Вот такое сообщение, вот, и вот такую проверку, это однострочник, засандалили файл под названием «tty.sh», «dollar target», это, собственно, то, что написано слева, дальше делали чмот плюс «x», ну, вот, собственно, всё. И это, кажется, всё. По наличию такой штуки у нас появится новый таргет в makefile под названием «check», который, можно сказать, «make check», а он проверит. Давайте проверим это. Опять же, смотрите, мы опять ничего не поменяли, кроме makefile.am. Мы ничего не добавили, да, хорошо. Хорошо. А, у нас его нету, что ли? Да, у нас его нету. Ну, хорошо. Руками тоже могу сделать, мне не жалко. Вот. Проверяем. Пересобираем всю, всю эту самую, получаем конфигурь. Жмок. Получаем makefile. Make, ну, кстати, ради интереса. В нашем makefile вот это написано. Да? Он длинный. Но tty.sh там есть сейчас. tty.sh, да? Вот он, вот он, ну, это лог от него, потому что это тест. А вот сам tty.sh. Ну вот, собственно, что? Вот он, этот файл создался, да? Ну, можно его и удалить. Хотя, можно сказать, и make. Вот. Так вот. Target check, который запустил все наши тесты. Забыл, как verbose у него включается? Ну, неважно, что-то я не помню, как это делается. Да, мы в него даже смотрели, он вот такой. То есть запуск key из тд, издевнуло, с tdr при направлено на stdout, чтобы все смешать. И мы проверяем, что он просто равен вот этому. Он возвращает либо true, либо exit статус нулевой, либо ненулевой. Если ненулевой, считается, что этот тест не пройдет. То есть, если мы сделаем вот так вот, то у нас внезапно оно не сработает. Не требует, говорит, обновления. А теперь нормальность. Обратите внимание, что есть еще куча разных предефайннутых таргетов, которые нам заводят make. Например, make clean. Make clean ударяет генераты, но не те генераты, которые мы нагенерировали в процессе создания окружения. То есть, все эти типкомпы, macfile.in, macfile.in, вот это все остается. Потому что эти генераты, если их удалить, придется все заново запускать. А оно удаляет только те генераты, которые у нас оказались таковыми при сборке. Вот точка О, все напложденные нами, логи от теста, благо тесты есть. Вот такие вот вещи make умеет. На самом деле, вот огромный список того, что он там умеет еще делать всякого. Там еще можно сишник переопределить, в смысле файл на си переопределить. Ну, короче, вот. Кажется, с этой темой все. Сейчас я посмотрю, что там еще есть влоги. Но, кажется, все. Понятное дело, что в таком make файле есть куча всяких переменных, которые мы можем сами переопределить. Вот там какой-нибудь cc, вот этот cc, дев, всякие инклюции и так далее. Но тут уже мы замешиваемся на структуру самого make, у которого тоже все это cpp-flux. Мы об этом говорили в прошлый раз, что у make очень-очень много дефолтов. Мы можем, просто переопределив некоторые переменные, нет у меня cc. Ну, неважно. В общем, у меня понятно. Окей. Собственно, по части того, что я хотел рассказать, все. Но давайте я расскажу обзорно еще про несколько инструментов, с помощью которых, кстати сказать, можно делать домашнее задание. Не с помощью авторокномуса. Сначала инструмент простой, который называется pkg-config, и который представляет собой всего лишь инструментарий для... Ну, сейчас давайте pkg-config, там, incurses. чё? Не помню. Minus-minus list all. О, сколько у нас тут всего установлено. Ну, incurses-то есть? Или вон, либо incurses? А, вон, incurses. Да. Ну, там, допустим, c-flags. Только минус-минус, да? Вот. С какими флагами собирать, если вы собираетесь в libc-config? Или libs. С какими флагами собирать, если вы собираетесь... С какими библиотеками собираетесь в libc-config? Кстати, libc-info не обязательно, по-моему. Или, там, не знаю, include. Нет, c-flags. C-flags. Во. А где минус-инкурсис? Чё-то я не помню. Не знаю. А, да, наверное, наверное. У них нету отдельной библиотеки. Хорошо. Mis-minus c-flags pc-re. Да, а что же есть? Libc-re. О, а вот поскольку include-ники от libc-re лежат не там, их нужно отдельно... Ну, вот, вот. Больше ничего. Абсолютно удобная такая статическая утилита. Вот, в общем, вот. И два инструмента, которые, собственно, выполняют роль автотунгс. Вот. Один из них — это старый, добрый, огромный, страшный c-make. c-make — это именно что замена автотулс. То есть он может генерить в результате make-файлы или вижу c++ проект, или генерат для системы сборки, который называется ниндзя, или там xcode, или что-то ещё, я уже забыл. Вот. А на входе у него примерно такое же описание, как у нас было в автотулс в конфигуреке. Вот. Плюс make-файл iam, то есть там и то, и то. Вы в одном файле описываете как структуру вашего проекта, так и требования к нему. Вот. Ну, на каком-нибудь... Вот у нас пример есть от Арсения, здесь присутствующего. Вот так примерно выглядит проект на c-make. и синтакс, надо сказать, гораздо менее... гораздо более человечной, чем у... особенно, чем у этого самого конфигуряка, потому что конфигуряк вообще-то написан на М4. Это большой макрос. Вот. Вот здесь одновременно вы указываете и параметры самого проекта. Вот. И одновременно проверяете, где-то тут проверка на... Здесь нет проверок на наличие библиотек в этом конкретном проекте. Да. Ну, короче говоря, вот все это обычно складывается в один флакон, в одном флаконе держится, вы проверяете наличие библиотек и наличие инклюдника. Ну, короче, все то же самое примерно. У него есть, у CMake, интерфейс как раз по kg-конфигу. Вы можете сказать, сходи к kg-конфигу, проверь, что там он хочет. Вот. Ну и так дальше. Значит, у него есть свой собственный инструмент тестирования в workflow. То есть, фактически, ребята, которые делают CMake, они поддерживают весь workflow разработки, начиная от создания проекта, заканчивая до запуска низкоуровневой утилиты, которая, собственно, занимается сборкой. Причем, в данном случае воспринимается как низкоуровневой утилиты, где все четко прописано, что из чего делать, там никакой динамического разрешения графа зависимости уже нет. Вот. Главный недостаток CMake, с моей точки зрения, его очень странная информационная информационная структура. Вам показывают, как нарисовать CMake файл. Вот. Простой. Вот. Боже, в курсе с интерфейсом. При этом вам начнут показывать всякие странные, значит, мелочи. Что еще? Где? Не вижу. Вот она. Minimum required. Hello. Executable. Ну, примерно такая же картина. Вот мы описываем наш проект, вот мы описываем, из чего он состоит. Вот. Но почему-то, когда мне дело доходит до решения чуть более сложных задач, моих разработческих или моих мантейнерских, я не могу найти вот в этой документации ответ на вопрос, как в CMake сделать то-то. допустим, указать расположение в библиотеке. Расположение. Не могу. Не знаю, что с этим делать. Вот. CMake инструмент кроссплатформенный, это его выгодно отличает от AutoTools, там под винду можно программировать с помощью него. Вот. И, собственно, это его главная фишка, которую, значит, ребята из CMake. Помимо этого, и это последнее, что, видимо, я сегодня расскажу по-быстрому, есть парочка Mizon Ninja. Вот. Это такой модный, стильный, современный хипстерский инструментарий, в котором разделены функции описания проекта и нахождения зависимости и генератор для сборки. Значит, Mizon, сам по себе, Mizon это build-систем, то есть это как раз описание проекта, его зависимости и генератор внутри. Вот. А инструмент, с помощью которого он умеет, то есть, с помощью которого можно генерить, который будет заниматься сборкой, это, в первую очередь, Ninja. Вот. А во второй очередь всякие такие несколько маргинальные штуки, типа, вижу-си проекта или X-кода, ну, как бы, вот. Но, в первую очередь, Ninja, он рассчитан на Ninja. Вот. Значит, инструмент этот очень развесистый, в смысле, в нем всего много. Вот. В нем, опять-таки, достаточно лаконичный, нормальный синтаксис. Mison build. Да? Вот. В котором вы, опять-таки, описываете, он чуть-чуть более шумноватый, он такой, несколько, питонообразный. некоторые люди пострадали из-за того, что думали, что это питон. Нет, это не питон. Вот. Где вы тоже описываете, какой компайлер, какая библиотека, какой хедер, все это проверяется, да? Вы описываете, из чего состоит ваш проект. Где тут project name? Выше? Вот, package name, да? А, вообще, вот же, да, 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 Из каких файлов он состоит, это должен быть k.c, вот он. А, это executable, это какой бинарник должен получиться. Это такой прям декларативный способ описания вашего проекта, который тоже включает в себя оба, обе составляющие и его свойства, и, значит, собственную архитектуру самого проекта. Вот. Он умеет работать с configage, точно так же, как умеет работать с этот автотул, с этим делом, то есть он умеет генерить конфигаж, вот. Причем даже в том же формате in и out, в смысле не in. Вот. И да, в результате, обычно в результате работы Meizone образуется здоровенный Ninja-файл, который потом, значит, нужно передать сборщику под названием Ninja. Вот. Ninja, в свою очередь, это нескороуний инструмент, аналогичный Make'у, но не аналогичный ему вообще, потому что он предназначен в первую очередь для того, чтобы, вот тут прям, видите, большими буквами написано, точнее, синими, предназначен не для того, чтобы писали руками, а для того, чтобы какие-то инструменты сборки типа Meizone генерировали эти самые Ninja-файлы. Поскольку это принципиальный генерат, то перед Ninja вообще не ставится задача динамического построения сети зависимости. она там описывается явно в статическом виде, эта сеть. Эта сеть будет генерить условно Meizone. Вот. Это сильно упрощает и убыстряет работу логики Ninja. Вот. Вот там написано, кто поддерживает Ninja. Много кто поддерживает Ninja. Разные системы сборки. Но вам практически не надо туда заглядывать. Если что-то произошло вот в этой парочке, что-то пошло не так, у вас проект не собирается, вы обречены на чтение, попытку разбирать файлы, смысл которых, ну, смысл, которые вы никогда не читаете, не то, что не пишете. Да, то есть это вот все это подкапотное немножко. Но зато сам по себе Meizone весьма прозрачен, кроссплатформен, активно, бешено развивается. У меня к Meizone есть только одна претензия. Нет-нет, и в Meizone, и в Ninja встречаются вот мы сделаем как в Make, только не как в Make, вот не как в Make, не как в Make, не как в AutoTools, мы не как в AutoTools. Вот я не понимаю, не понимаю, зачем так говорить каждый раз. Видимо, у них что-то, что-то у них, с чего-то у них подгорается. AutoTools и Смейка. Вот. Еще одна претензия к ниндзе, довольно сложная к объяснению, это отсутствие так называемого джоб-сервера. На этом я сегодня закончу. Значит, джоб-сервер, это вот такая ситуация. Представьте себе, что у вас много компонентов в вашем проекте, в каждом из них есть свой собственный, ну, грубо говоря, AutoTools цепочка. В каждом есть собственный конфигуряк. Ну, то есть вы что делали? Такой open-source образца либо 90-х годов, либо современной современности, почему-то так тоже делают. Там какой-нибудь хрогом так собирается, или есть Мозилл, еще кто-нибудь, большие проекты. Леброев все так собирается. Что вы делаете? Вы собираете проекты в кучу, скачиваете их, в каждом из них есть по конфигуряку, или Gitclonity, или у вас Subproject, в каждом из них есть по конфигуряку. Потом запускаете большой-большой рекурсивный конфигурю, который заходит в каждый из подкаталогов, находит там свой собственный конфигуряк, в смысле не конфигуря, а автореконф, и все реконфит. Дальше у вас получается несколько независимых проектов, которые можно собирать. Это большие проекты, там LibreOffice в былые времена собирался по 8 часов, если не больше, которые очень удобно собирать в несколько потоков. Мы берем и запускаем сразу кучу компиляторов. Единственное, что мы должны соблюсти, это правильно распарсить вот это дерево зависимости. Не пытаться компилировать файл, если он еще не готов. Надо сначала его скомпилировать, а потом только слинковать. Я продолбался, наверное, два часа, долбался с таким языком программирования, который называется... Как он называется? NIMM. Да, NIMM. У них своя собственная система сборки, и они там, вот в этом месте облажались. Они умудряются в параллель запускать таргеты, которые вычисляются друг из друга. Не знаю, какому они умудрить соображаться, но они облажались. Да, так вот, если у вас один-единственный ниндзя-файл, большой генератор, суперлегко организовать параллельную сборку, потому что у вас есть граф, который надо просто обойти, запуская, скажем, 128 параллельных, независимых изготовлений из сорса таргетов. Но если у вас таких файлов более одного, эту задачу ниндзя не решает вообще. Если попытаетесь запустить все в параллель, у вас, не дай бог, несколько больших компонентов, допустим, у вас на сборочной системе 128 ядер, у вас запустится основная сборка в 128 ядер, и сборка каждого подкомпонента тоже в 128 ядер, после чего вам чего-нибудь не хватит. Ядер памяти, времени, производительности диска. Вот. Джобсервер это такая штука, когда первый из запущенных мэйков, мэйк в это умеет, говорит, все остальные мэйки, ходите ко мне, я вам расскажу, сколько вам можно трэдов еще запустить. И если у вас есть подпроекты, которые запускают мэйк, они видя, что уже там переменное окружение такая определяется, видят, что джобсервер уже есть, они ходят к нему и говорят, вот мне тут 20 этих самых пожалуйста задачек, а он говорит, пока две. Так вот, ниндзя в это не умеет, ребята из семейк, которые поддерживают бэкэнд ниндзя, собственноручно поддерживают свой собственный клон ниндзя, куда они это вхакивают, этот клон ниндзя является клоном ниндзя, куда вхакнута ровно одна фича. Насколько этим можно пользоваться, мы с Арсением пытались в это потыкать, но как-то до промышленного тестирования руки не дошли. Такая вот история. Все это нужно, конечно же, не на личном девелопменте, а на больших сверхбольших проектах, которые пользуются другими проектами в качестве сап-рожектов, но с учетом того, что у нас в гитхабе много всяких сап-рожектов, это может в ближайшем будущем наоборот стать часто востребованной фичей, с учетом того, что сейчас набирает популярность обратно такое программирование, когда мы все скопируем в одну кучу, на год так пишут, на расти так пишут. Нет, на расти не знаю, на год точно так пишут. Вот, такие дела. Собственно, все. Домашнее задание у нас будет состоять в том, чтобы взять один из этих инструментов, я показываю на примере автотулс, но совершенно не обязательно, воспользоваться двумя библиотеками либо хэш и редлайн и написать такую штуку, которая типа в командной строке делает хэш из файла. Вот тут вся обстановка задач описана. Должна получаться какая-то вот такая штуковина. Вот у нас, значит, вот мы ее скачали, вот мы ее переконфигурировали, вот, вот мы ее переконфигурировали, вот мы сейчас запустили мейк, вот у нас собралось, и вот этот самый, что там у нас? Да блин, уберись. Вот. Вот командная строка, в которой мы выдаем какие-то, какие-то параметры. Вот так она захэшила строчку, 20, а так она захэшила с помощью, с помощью алгоритма TTH makef. У меня еще работает таб, но кажется, кажется, вам не нужно реализовывать этот таб. Да, вам не нужно реализовывать этот таб, надо просто нужно реализовывать, чтобы была командная строка. Вопросы? Или все уже сварились, много времени прошло? Все уже сварились, много времени прошло. Всем спасибо, в следующий раз, да, я, значит, обещал вам две вещи. В следующий раз тогда. Значит, я обещал вам дорассказать про Волгринд, но, как видите, сегодня Волгринд бы не влез просто ни с какой стороны в наш разговор. И еще тут вот Арсений напомнил, что у стрейса есть прекрасная фича, но эту прекрасную фичу мы, видимо, вместе с Волгриндом тогда и посмотрим. Она не настолько функциональна. В следующий раз у нас разговор уже про, видимо, про перевод, про интернационализацию. Нет, а, да, в следующий раз разговор про интернационализацию, как включать переводы в свои продукты. Вот, все, если вопросов нет, то всем спасибо. Чатик у нас сегодня был немножко эзотерический, ютубный, жалко, что не было нашего постоянного слушателя, сокращенца, он бы навел там порядок. Ну, в общем, до новых встреч.